В Екатеринбурге, в Демидовском аэропорту Кольцова, сотрудники тамошнего почтового таможенного поста с помощью всевидящего и всепроникающего рентгеновского ока Саурона, ну в смысле его брата Интроскопа, запеленговали в посылочке, отправленной из Тюмени в Швейцарию, маленький голубенький камушек весом 10,32 карата. Это всего-то 2 грамма с копейками, который в рублях потянул более чем на 400 тысяч. Потому что оказался полудрагоценным турмалином сорта Параиба. Это один из самых молодых и самых красивых самоцветов в мире. Впервые его открыл, ну а по факту отрыл в залежах пигматитов, бразильский очень упорный геолог Эйтер Барбосса. В 1987 году в северо-восточной Бразилии в штате Параиба. Отсюда, естественно, и пошло название этого сорта турмалина. Эйтер Барбосса много лет мечтал прославить свою родину редким камушком, жил годами в шахтах и штольнях и добился своего. С самых первых дней своего существования, особенно после огранки, Параиба поразил всех ценителей прекрасного своим уникальным неоновым свечением. Люди, не чуждые романтики, сравнивали его с волнами океана, подсвеченными солнцем. Поначалу Параиба было мало, думали, что этот камень водится только в Бразилии, и он был очень дорог, почти как изумруд. Но в 2000-х годах этот же сорт турмалина обнаружили в Нигерии, то есть в Африке. И со временем этот факт стал одним из доказательств того, что Африка и Южная Америка когда-то давно были единым континентом и разъехались в стороны во время дрейфа литосферных плит, ну читай материков. В общем, обнаруженный в посылочке, направлявшейся в Швейцарию, двухграммовый голубой камушек оказался сколь красивым и дорогим, столь и стратегически важным ресурсом, который надо было декларировать по всей красоте, а не за один бакс. В документах ограненный голубой камень был обозначен как аксессуар стоимостью 1 доллар. Проведенная таможниками экспертиза установила, что это турмалин Параиба, цена которого превышает 400 тысяч рублей. Этот полудрагоценный камень входит в перечень стратегически важных ресурсов и при перемещении через таможенную границу подлежит обязательному таможенному декларированию. Сотрудники Тюменской таможни возбудили дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КОАП России «Не декларирование товаров». Суд принял решение о конфискации предмета правонарушения.